Мы понимаем, что необходимо сделать все, чтобы качественно измерять лучшую жизнь людей на территории района. Для этого необходимо слышать людей, понимать и принимать их ежедневные проблемы в уровне их решения. Для этого мы проводим единые дни села личных первых граждан, как мы, так и моими заместителями. В прямом биологии, глаза в глаза, я, мои заместители, специалисты администрации, представители ведомств и учреждений встречаемся с жителями. Решаем проблемы на местах, либо ищем каких решений в дальнейшем. На семи территориях, организованных в рамках единого дня села, 35 тысяч жителей. Сейчас, с января, мы продолжаем эту практику, на некоторых территориях уже повторно. Назаровский район является сельскохозяйственным районом, поэтому много обращений связано с данным направлением. Спасибо. Земля сельскохозяйственное значение составляет на территории Назаровского района 332 296 гектар. Градественное уходе составляет 273 тысячи, в том числе подпашки 127 тысячи, многолетнее насаждение 25 гектар. Сенопольское пастбище 75 тысяч. На территории Назаровского района 10 предприятий занимаются производством зерна, овощей. Участок входит в зал Градественское, в зал Назаровское, Оргахолка Сибиря, Назаровский охранный техникум, ООО «Дорохово», также Грессианско-фермерские хозяйства, Кожевников, Полчанов, Кухников, Илья Андреевич, Перемателев, Кузнецов. В 2022 году площадь земель сельскохозяйственного значения составила 185 тысяч гектар, в том числе нагревательными травами было занято 8368 гектар, одновременными культурами 28 с половиной тысяч гектар, зерновыми культурами 98 с 1115 гектар, техническими культурами 15 тысяч гектар, овощами 46 гектар, площадь паровых полей составила 24 912 гектар. Продолжается анализация оборудовника на 1200 колодок. Помимо этого, реализуется инвестиционный проект строительства цеха гранавированных альпионом на две линии. Начата реализации инвестиционных проектов о строительстве цеха по производству сыра на территории города Ачиста. В 2022 году завершилась установка зерносушивок анвейерного китра в 21 гектар. Также у Зава Назаровского, поселка Светной начато строительство и днисо-постового сенопопу. Плановый срок ввода эксплуатации в 2023 год. В рамках данного проекта будет создано выполнительные 22 рабочих мест. К концу 2025 года планируется закончить строительство маслоэффицированного завода по перевороту Семен-Нарабска. В рамках данного проекта позволит создать 65 рабочих мест. Агрокологи Цегберяк в 2022 году приступил к выполнению инвестиционной программы обновления и расширения парка в сельскохозяйственной технике. Программа предполагает покупку 191 единицы техники и оборудования для растения лодка. В 2022 году они приобрели 115 единиц техники и оборудования. А в общем по району предприятия приобрели в 2022 году 155 единиц. Это протора, жаркие, поселенные комплексы, грузовые автомобили. На долю крестьянско-фермерских хозяйств приходится около 0,5% от производства валовой и хозяйственной продукции по району. Производство крестьянско-фермерских хозяйств представлено от расширения растеневодства и животного роста. Основное направление растеневодства – производство жирновых плутов, животного роста, произведение рукорогатого скота. Личные пособные хозяйства производят сельскохозяйственную продукцию около 20% от общего объема производства по нашему району. Личные пособные хозяйства основные в районе производят для овощей и картофеля. Помимо этого, сельскохозяйственной продукцией является молоко и мясо. Среднемесячная заработная плата от того работника по предприятию в 2020 году составила 41 тысячи рублей. Увеличение на 2% по сравнению уровня с 2021 годом. В рамках программы «Края» оказывается поддержка хозяйственной районы. В 2022 год хозяйственной районы получили субсидии на высшую сумму 204 миллионов долларов. При связке с Кафельюрским механизмом получили сельскохозяйственную поддержку в районе 4,5 миллионов долларов.